Всем привет, вы находитесь на канале FastGuard, и мы продолжаем реформар-р-р-р-р-р-ра. И, короче говоря, мы отыгрываем полную мразь на данный момент. И я знаю, что я буду делать, я знаю, кому я что буду сейчас подкладывать, потому что у нас есть хреново туча счетов, которые я просто не могу не оплатить. Как минимум 10 тысяч Алексу на лечение. Я хоть и не обучил его гребаной грамматике, но, знаете, оставлять инвалидом его я не собираюсь. Поэтому люди в нашем доме сейчас внезапно начнут находить у себя непонятные предметы. И эти предметы будут им сулить ничем хорошим. Вот, поэтому, бабусь, тоже извини, как бы общаешься с дочуркой, у меня на тебя этой информации уже нет, но тысячу ты мне занесешь, как бы, да? Хотя, кстати, может быть, сейчас у нее тут что-то еще есть. Во, как минимум, да? Так, сода работает, просто кривовато. Сейчас еще посмотрим, может быть, на доклад что-нибудь найду. Бывает и такое. Так, к этим ребятам тоже зайдем, когда наступит ночь, если успеем, и нам надо сделать разные записи музыкальные. Вот это я пока вообще не понимаю, как реализовать. Пойдем напишем шантаж, чтобы хоть что-нибудь оплатить. Не, могу оплатить там, у нас просто хрена вот у туча счетов. Это неадекватно. Тут 640, 640. Вы пытались заявить в полицию на человека, который пользуется... Откуда это? Я же уже не был этого давно. Призывной сбор. 19 часов, 8 часов. Ну вот это вот надо оплатить. Короче, да. Типа, счета приходят гораздо в большем количестве, чем я могу позволить себе их оплачивать. Вот, поэтому сейчас мы чуть-чуть подокладываем. Чуть-чуть вот так позарабатываем. А что я, кстати, Юлию Харшбингер могу несколько раз шантажировать? Зачем что-то ей подкладывать было? Даже об этом не подумал. Ну, аборт ее я точно оставлю? Ну, давай пока за соль. За сахар, точнее. Так, за сахар у нас какая директивка? Значит, сахаром нельзя пользоваться. 0,02. Значит, шантаж ей. За вот это дело получение денег 250. Это за что я получил? За шантаж, простите? Там должна... Она вообще должна мне денег в триллионном количестве просто. Так, значит, содовой тоже пользоваться у нас нельзя. Ни в коем случае. Где бутылочка, бутылочка, бутылочка? Содовая. Так, содовая 18. Тут, правда, проблемы с интерфейсом чуть-чуть. Но ничего страшного. Так, 18. Сода, сода, все. Есть контактик. Мы еще подложили в ту квартиру, но я не успел отметить, что я это сделал. Поэтому придется сейчас как-то выживать. Так, кто принес мне уже деньги? Полторы тысячи. Мало, 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 мало. Три тысячи. Это копейки. Это просто ничего. В сравнении с тем, сколько мне надо. Она тоже принесла... Бабка принесла деньги. Бабка принесла мне деньги. Тоже 500. Тоже мало. По тысяче должны давать вообще. Так, ты не хочешь отдать денег? О. Какую музыку вы слушаете, госпожа Харшбергер? Рок-музыка. Хорошая, честная, грязная рок-музыка. Вы бы так не подумали, господин Шварц. Я... Я вообще мало что знаю о музыке. Нет ничего лучше, чем длинное соло на электрогитаре и мощное ударное. Майндрэп просто так хорош. Майндрэп? Самая большая группа Федерации Штатов. Возможно, самая большая группа на планете. Я действительно не разбираюсь в музыке, но музыкальная группа из Федерации Штатов вообще не может быть самой большой группой на планете. Самая большая музыкальная группа на планете происходит... Ну, имеется из самого большого союза. Да, господин Шварц, я уверен, что вы правы. Как вы сами говорите, что вы не так хорошо знаете дорогу. Музыку, может. Что я могу сделать для вас? Может быть, у вас есть запись музыки, которая вам так нравится? Я выполняю задание министерства. Боюсь, что нет. Чего бы я только не отдал, чтобы не отдала, чтобы иметь собственную запись. Ну, а теперь у меня есть только слабый радиосигнал Федерации, чтобы поймать песню время от времени. На великого вождя! Господин Шварц, вы же не собираетесь доносить на меня за то, что я иногда слушаю радио Федерация? Если бы рок-музыку можно было легально слушать и в этой стране, то мне не пришлось бы слушать станции за рубежа. Не волнуйтесь, миссис Харшбергер, и ваше желание может скоро исполниться. Пока я не могу сказать вам ничего конкретного, но планируются большие изменения, которые должны вас порадовать. Правда? Это было бы здорово. Спасибо, господин Шварц. Это там она мне еще дала? Опа! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как же ты ошибаешься, мать. Ой, как же... Не мать. Нельзя ее называть мать, получается. Как же она ошибается, дав мне эту информацию. Ничего, сейчас я с ее вот этих вот промашек заработаю себе состояние. Сейчас еще бабку осмотрим. Вон у нее тут коллекция марок. Это же все та же информация, все та же деньги. Так, это нельзя смотреть. Фото Эллен. Молодая женщина. Написано Эллен. Кроссворд. Ну, естественно, старушку. У всех старушек должен быть кроссворд. Это правило. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, давай, да-да, цепи меня. Давай, попробуй. Давай, давай. Че надо? Ты сейчас за эту шоколадку присядешь, мадам. Да-да-да, ухожу из квартиры уже, да. Уже бегу. Уже бегу. Да-да-да-да-да. Уже бегу. Уже бегу составлять отчет. Да-да-да-да-да. Все верно, все так и есть. Итак, для начала досье. Потому что тут мы тоже прилично нашли контента. Отлично. И что мы делаем? Юлия Хашбергер. Я не понимаю, что у тебя за проблема такая. Ты, видимо, реально работаешь в банке. Тебе очень хорошо. У тебя там наркотики лежат, я знаю. Не знаю, откуда они у тебя взялись, конечно. Но так, 6.28, да? 6.28. Юлия. Опа. Это камнем. Это денежки. Остальное сейчас мы ей скажем потом. Напоминание об оплате. Заколебали с напоминанием об оплате. Вы можете подождать хотя бы чуть-чуть? Сколько там часов? 42 часа. 10 часов. 10 часов оплачу. Хорошо. 77, 35, 24. Нам надо 10к заработать. Я пока не могу заниматься, типа, основной задачей. Ой. Да, так же по делам хожу тут. Вот тоже, да, тут кустики осматриваете. Что-то смотрю. Поливаете цвета. За цветами ухаживаете? Ну, это хорошо. Это хорошо. Так. Спят они? Как понять? Никак не понять. Если постучу, откроют. А если просто зайду? Камеру надо поставить у них. Опа. Так. Аккуратненько. Конкретно вот сюда, чтобы понять, стоит он тут или не стоит. Так, это мы уже обыскивали. Сейчас, значит, аккуратно отмечаем улику, потому что куда-то сюда я ее плентил. Нету. Ай, как же так, как же так, как же так. Так нельзя. Макияж. Ну, неужели ничего запрещенного? Неужели никакой информации? Сахар. Может их нахрен выселить отсюда просто? Так, это я смотрел, это я смотрел, это я смотрел, что... Может шкаф вот этот? Только тихо. Нет. Кровать? Где он прям спит? Поп-корд. А она мне нужна? Поп-пластинка. Отлично. Ну, это вот узнать больше о Герхарде Гюнселе, где это брать-то пиво. Непонятное задание абсолютно. Слушай, ну по квартире у него все как будто бы... Это что такое? Так должно быть. Что там зеленое все? Ну нет, тут контента нет. Информации нет, понимаешь? Это я смотрел, это я смотрел. Куртку осмотреть нельзя, это осмотреть. Это я осматривал. О, господи, не стучи-то так. Зеленое яблоко. Да, то есть мы сейчас пойдем тогда доложим инфу. Что такое записи на камне? А, рок! Господи, а что у них в какой-то момент стало с переводом? Я понять не могу. Сделайте запись на камне. Да, это именно то, что нужно сделать. Так, во-первых, вот это. А вольфа у нас ничего нет. А, да, нам нужно сделать недонос. Хотя можно сделать и донос, и типа избавиться от этого задания раз навсегда, но так неинтересно. Мы сделаем шантаж. Шантаж на рыбу. Рыба 17. Красиво. Так, этот занесет, это занесла. И надо идти покупать. Кстати, еще я, наверное, не успел. Да, я, наверное, не успел. Надо было еще купить. Еще подложить. Мне кажется, что с музыкой должно быть что-то связанное у нашего старого друга, старого приятеля. Я обожаю его просто. Где он? А, я открыл дверь. Я хотел постучаться. Я извиняюсь. Я извиняюсь. Можно быстрее, пожалуйста, эту анимацию как-нибудь провести? Я хотел поговорить просто. А, конверт, кстати. Я передал ваш конверт господину Эмилеру лично в руки. Отлично, смотрю, ты чувак надежный. Вот тебе моя скромная благодарность, как полагается. Могу я у вас кое о чем спросить? Что случилось? Ну, я хотел спросить, какую музыку вы играете на гитаре время от времени. Я вам мешаю? Что? Нет, не в этом дело. Я просто иногда слышу, как вы играете тихую музыку, и мне стало интересно, что это за стиль музыки. Это факт. Ну, в этой стране меня называют народным музыкантом. За границей, наверное, мою музыку назвали бы рок-музыкой. Это замечательно. Есть ли записи вашей музыки, мистер Хенкер? Я бы хотел купить одну. Ну, я не могу позволить себе студийной записи здесь, в Величайшем Союзе, вы знаете. Конечно, я буду успешным, люди любят мою музыку, но, как бы это сказать, я больше не получаю разрешения на выступление по разным причинам, вы понимаете? Ах, да, конечно, я понимаю. Так уж здесь заведено, а вам, конечно, не разрешается мыть коридор по своему усмотрению. Ну, я... Есть ли у вас рок-пластинки других исполнителей, которые вы могли бы мне одолжить? Рекорды? Я не устал... Записи, я не устал жить. Каждый информатор министерства в соседней комнате мог бы танцевать и арестовать меня на следующее утро. Нет, нет, но я скажу тебе кое-что. Это должно остаться между нами, понятно? Это само собой разумеется. Хороший человек. Послушай, Шварц, если ты хочешь слушать хорошую музыку в этой стране, это означает запрещенную музыку, тебе нужна одна из этих современных беговых машин. Проигрывательных машин. На нем можно было проигрывать компакт-диски. Это одна из тех маленьких машин, которые можно положить в карман пиджака. Затем вы подключаете два кабеля к ушам и можете слушать музыку на нем. Сиди. С другой стороны, можно представить себе как маленькие серебряные пластинки, которые вы затем помещаете в этот... Лофман, чтобы воспроизвести их, плеер. Музыку слышит только тот, у кого в ушах находятся кабели. Таким образом, вся конструкция абсолютно защищена от протечек. Что и такое действительно существует? О боже, завтра мы все станем людьми-машинами. Смерись с собой, парень. Говорят, что за границей у каждого есть такая вещь. Только мы все еще живем в каменном веке. Вот что, я тебе дам один из своих дисков с роком. Однако вам придется самому позаботиться о... Бегущий человек... Ну, плеер? Или какой-нибудь раннер, раннер что-нибудь. Это здорово, спасибо. Но ты должен получить кое-что для меня взамен. Конечно, что это такое. Мне нужна одна из этих профессиональных камер МК-3. Раз вы уже в министерстве и за его пределами, то, конечно, вы в состоянии достать мне одну из них, верно? А для чего вам нужна такая камера? Лучше позвольте мне беспокоиться об этом. Но я могу заверить вас, что это ради моей безопасности и всех нас. Очень хорошо, я пойду и куплю тебе МК-3 камеру. Я готов почти на все ради хорошей музыки. Вы меня удивляете, Шварц, но, должен признаться, вы удивляете меня в положительном смысле. Я понял. Плюс целых 200 он мне дал, охренеть. Вот это да, вот это бабки, вот это охренеть. 47 часов, 47 часов, 47 часов, мне нужна ночь опять. Типа я принесу ему камеру, но мне нужна ночь. Бабка. Бабка очень зря покинула свою квартиру. Время полоинти... У меня что-то должно же было остаться, там джинсы какие-то были. О! Бабка в джинсы ходит. А надо сразу все ей, кстати, положить. И будет несколько предметов. А, не считается, понял. А другое что-то. А у меня закончились нелегальные предметы. Ну, кроме попкорда, он мне самому нужен. Ясно. Так, сейчас тогда два доноса надо сделать. Так, шантаж. Шантаж Юлия. За то, что она слушает современную музыку. Теперь гражданам разрешено двигаться в ритме музыки. Это другая. А, портативные пропагандистские устройства, такие как называемый Лауфман, запрещены. Я не могу врубиться, что за прикол слушать современную музыку, поэтому... Поэтому будет думать, что кто-то узнал про аборт. Шоколад. Это раз. Одинокая пожилая женщина, у которой даже мы не знаем имени. Шоколад. Шоколад у нас... Директива седьмая. Да что делать? Вот такие времена. Хоть принесут мне деньги. 1250. Они с каждым разом начинают заносить все меньше. А мне надо еще столько же. И я сейчас потрачу на камеру. А, нет, высокопоставленный чиновник. Есть еще электронная отмычка. Даже замка нет. Там просто... Просто на халяву открывается дверь. Я понял. Я думал просто, что это от одного этажа идет. А я же сюда камеру поставил, нет? Что-то странно. Странно, 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 странно. Так, камера. Да не-не-не-не, не надо вскрывать дверь. Шварц, ну ты получил то, о чем я тебя просил? Вас ждет отличный кусочек, поверьте. Вот, возьми камеру, но будьте осторожны с ним. Если это вернется ко мне, мне крышка. Не волнуйся, я знаю, что делаю. Вы можете не знать этого сейчас, но эта камера будет иметь решающее значение для нашего успеха, когда она будет восстановлена. Я тоже умею доставлять. Вот диск, который я вам обещал. Концентрированная порция рока для ваших ушей. Спасибо. Хорошо, рок у нас есть. Зря она опять вышла из своей квартиры. Вот ничему научиться не... А, я за шоковат-то ей уже дал. Понял. Остались джинсы. Ждем вечер. А панк, наверное, можно... Ким. Сто процентов. Смотри. Ким, скажи мне, что за музыку ты всегда слушаешь? Почему вас так интересует моя музыка? Мне не безразлично все, что ты делаешь, Ким. Ты моя дочь. Если вы имеете в виду музыкальный жанр, называется панк. А, интересно, вы можете предоставить мне записи об этом? Хочешь панковскую пластинку? Я видел, как лошади блевали на нее. Ты же знаешь, что это незаконно? Кроме того, ты ненавидишь мою музыку. Что вы от нее хотите? Хотите от нее? Ну, все не так уж и плохо, и вы должны расширять свои горизонты, не так ли? Ты ненавидишь расширять свой кругозор, папа. Нет ничего более ненавистного, чем расширение кругозора. Итак, что же на самом деле стоит за всем этим? Почему у меня самая умная дочь в мире? Мне нужен этот снимок для министерства. Они думают о том, чтобы смягчить правила и разрешить больше видов музыки. А для этого мы должны сначала познакомиться с этой музыкой и проанализировать ее. Хорошо, я поверю вам на слово. Ну вот, смотри, это гласный альбом Зиги Бопа Зомби Бёрдкейдж. А, это одна из тех кассет, не так ли? Как вы это слушаете? Тебе нужен кассетный плеер, желательно, чтобы это был бегущий человек, но это тоже запрещено. Я уверен, что у госпожи Грюндик в министерстве есть соответствующее устройство. Спасибо, Ким. Ким, мне нужно тебе кое-что рассказать. Эй, Дэдди, что ты такой грустный? С твоим братом Алексом произошел несчастный случай. Несчастный случай, в смысле? Он что, опять лазил ночью по лесам со своими пионерами? Я ему говорил, что это опасно. Но он хоть цел? Пока неизвестно, ему нужна операция на спине. Она стоит очень дорого, мы пытаемся собрать денег. О, звучит серьезно. Удачи, Дэдди. Так, имя Грюндик понял. Пант-кассеты, все, это мы и сделали. Семь часов вечера. Пошли на бабку напишем за джинсы. Мне нужны деньги. Как еще деньги добывать в этой игре? Ну вот как? Только так. Может выселить ее нахрен? Так будет больше денег. Да и кого-нибудь нового заселим. Тем более, она меня бесит. Джинсики, да? Джинсики, джинсики. 6.0.23 Что поделать? Жизнь, она несправедлива. Она там опять... О! Избивает жену и детей. О! И сейчас мы еще за домашнее насилие занесем. Блин, можно было ее туда не сдавать. Прости, бабуль! Мне просто нужны деньги. А, нет, сотку за этой. Я помню. Думаю, мне сотку дали за бабушку. Серьезно? Что это за заказ на ведьмака такой неинтересный? Видишь, у меня камера здесь стоит, а я увидел, что тут происходит. Ну все, как бы донесем. От них смысла никакого. Вот, хорошо. Хорошие деньги пришли. 750. Не, этих мы... Второе напоминание... Ну извините, я знаю, что сделать. Альберт Биллов. Мужчина начала 30-х. Не замужем путешественник. Не замужем? Путешественник заинтересован в новых знакомствах. Хотя тут, твою мать, такая страна, что может быть и не замужем. Хрен пойми. Так, Герхард избивает жену и... Не, давай так. Ты мне сначала занесешь за попкорд. Я только не понимаю, что это за директива. Это Лауфман. Танцы отвлекают от более продуктивной деятельности, поэтому запрещено... Вот, прослушивание иностранной музыки. 6.20. Сначала ты мне... Почему? 6.20. Прослушивание иностранной музыки. Ладно, хорошо. Тогда ты отвалишься просто за другое. Так, это мы что отмечаем? Насилие. Насилие в собственном доме. 6.20. Все. Осторожно, семья. Да пошли они. Я еще считаю за формальную ошибку. У меня только Олекс остается. Три. Четыре. Да, допустим. Но это мало. Это мало. Это мало. Четыре. Это очень-очень мало. Кому я еще не так много шантажей закидывал Элизабет? Можно даже парочку. Этому мужику можно. О, привет. Вы должны быть тот самый милый управляющий заданием, о котором я так много слышал. На самом деле так и есть. Меня зовут Фрэнк Шварц. Откуда вы узнали обо мне? Рад познакомиться с вами, господин Шварц. Я работал с мистером Булхаусером в архиве. Булли очень хорошо о вас отзывался. Правда? Сколько лет прошло с тех пор, как я там работал? А кто вы? Как грубо с моей стороны. Альберт Белов, к вашим услугам. Я рад видеть, что у вас все хорошо. Дайте мне знать, если вам что-нибудь понадобится. Спасибо, буду. Уверен, так и будет. Может быть, мы сможем узнать друг друга получше как-нибудь в ближайшее время? Ой, я не знаю, есть ли у меня на это время. О, пойдем. Это было бы так приятно. И мы, в конце концов, были коллегами. Хорошо, что вы имели в виду? Я придумываю что-нибудь хорошее, дам вам знать. Что-нибудь хорошее? В смысле? Меня хотят изнасиловать. Он же проснется. Хотя вроде спит. Потихоньку давай, потихоньку. Да, бляха-муха, как ты это делаешь? Идите в сраку. Заколебали уже. Так, а этих мы и все. А, они там остались жить. То есть квартира-то не пустая. Мы просто одного конкретного мужика выселили оттуда. Ну и нормально. Нихер бить. Я согласен с такой позицией. Звук прогресса день остался. Ну да. Надо что-то делать. Ну сейчас, Элизабет. Ну я не знаю, ну как 10к? 43 часа 10к. Ну это невозможно. Ну это реально, это просто невозможно. Хотя в первой части тоже был прикол. Там в начале ребенок, я помню, дочь, по-моему, болеет. И там надо какое-то просто титаническое количество денег, которые ты на первых порах, ну вообще не заработаешь. Никак. Поэтому в принципе... Еще есть какая-то логика. Ну как логика? Это тупо. Как и то, что мне за работу в министерстве ни хрена не платят, например. Так, Эмма, кто у нас? Давай сразу по этим посмотрим. Первая. Здравствуйте, я Фрэнк Шварц, хотел бы представиться. Эмма Грюндинг, приятно познакомиться. Аналогично, аналогично. Любите поесть, господин Шварц? Ну, всем нужно есть, так что да. Но ты должна оценить еду, моя дорогая. Ничто не сравнится с иностранными деликатесами и кофе. Я был успешен. Вы нашли записи для каждого из трех музыкальных жанров? Это радует, давайте посмотрим. Здесь я расположил их в алфавитом порядке. По исполнителям или по жанрам? Художник, конечно. Исполнитель. А, поп-пластинка, очень хорошо. Но что это такое? Этот альбом уменьшился в стиральной машине? И это маленькая коробочка с темной пленкой внутри. Что это? Вы пытаетесь меня обмануть, господин Шварц? Я бы никогда не осмелился, мисс Грюндинг. Они уверяли меня, что это правильные записи. Это серебряный диск называется CD, а маленькая коробочка называется кассета. В наше время у молодых людей есть очень специализированные плееры для них. Их правильно называть кассетные магнитофоны и проигрыватели компакт-дисков. Они хорошо знакомы с этой современной технологией. Почти слишком знакомы для того, кто не должен ничего об этом знать. Но я пока возьму кассеты. Может быть, где-то можно найти такие кассетные плееры. Ну, разбираясь я там с этим сама. Мне это неинтересно. Мне интересно, чтобы ты мне за это не сто восемьдесят... Блин, сто шестьдесят долларов платила. Четыре две... Я не сделаю это. Я бы это сделал, если бы мы очень давно начали вот этой фигнёй с шантажом промышлять. Но тут по-другому просто не получается никак. Двенадцать сорок пять. Так, там деньги принесла. Пятьсот. Ну что, Тим, ты и прилежно учишься? Ага, ну вы же знаете, школа всего лишь скучный промежуточный этап. Вот потом я добьюсь успеха, вот увидите. Вот как. Ещё бы, меня ждёт большая сцена. Но боюсь вам не понять. Вы хорошо устроились здесь? Как у вас обстоят дела в школе? А в школе всё в порядке, мы с Тимом счастливы, что можем ходить в школу. Я рад это слышать, продолжать в том же духе. Да, именно, в школе я могу лучше сосредоточиться, чем дома. Так ли это? Да, дома очень громко включён телевизор, или моя мама готовит, игра хочет на улице. Играть на лестнице стало тише, а учиться в школе приятнее. Я понимаю. А со своим братом Тимом ты тоже ладишь? Да, мы заботимся друг о друге, а когда ты в новом месте, всегда полезно иметь брата. Точно, да. Да, да, да. Да, это именно та фраза. Этот просто стоит, идиот. Это невозможно. Это абсолютно невозможно. Тут не обновились вещи, потому что теперь здесь официально живёт, типа, другой человек с другими предметами. Я тут тоже самое. Тогда подложи. Джинсики. Давай, джинсики, наркотики, всё сюда. Иностранная соль, сюда же. Сейчас три шантажа просто напишу. Типец, вот это три шантажа, это полторы тысячи, если что. Это ничего. На кого я записываю, это вообще. Так, джинсы 23. Сахар. В начале был, помню. 0,2. А третья где, я не понял. А куда делось? Да, алло. Шварц, пожалуйста, пройдите в мой кабинет. О чём это? Это слишком деликатная тема, чтобы обсуждать её по телефону. Хорошо, я приду сразу? Сейчас же. Понятно. 69 часов. Так, деньги есть? Полторы тысячи. Надо ещё. Надо ещё. И все по домам просто сидят. Сейчас будет ночь. Выйдет мафия гулять. Четыре тысячи, четыре тысячи, четыре тысячи. Это... Это шесть. Это шесть штук. Это шесть штук. Ещё с учётом того, что надо всё это купить. Джинсы у меня только есть. Это и можно джинсы подложить. Она просто перестала деньги мне давать. Она изначально мне их не давала. А теперь вообще перестала. Так, шустро. Шустро кладём джинсы. Фиксируем. Выходим. Всё. Так, это... Допустим, это 500. Мы будем надеяться, что она даст 500. Допустим, это 500. Надо ещё банкиры осмотреть по это... На наличие всяких... Просто предметов, чтобы донос... Не донос сделать, вы поняли. Спать иди. Иди. Иди спать. Он что, сломался? Блядь, он сломался, что ли? Он стоит на месте? Да. Как это выглядит, вы о чём-то подумали? Что значит, ты что-нибудь придумаешь? Они сломали локализацию ближе под конец. Разве ты не собирался пригласить меня куда-нибудь? Да, конечно, дам знать. Понятно. Спать иди. Невыносимо. Он стоит просто на месте. Так. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Ну, допустим, шесть. Допустим, шесть. Ну да, от меня опять 100, типа. Это нереально. Это невозможно. Он не спит. Он стоит на месте. Почему? Три часа ночи. Да, срочная операция и день. Да что вы говорите? Я как будто об этом не знаю. Элизабет, очень нужны деньги. Блядь. Как она проснулась? По какому принципу это работает? Иди спать. Это бесить начинает. Типа, я нахер все правильно делаю. Как это работает? Почему они просто... Они просто просыпаются сами по себе. Я не шумлю. Так. Ну, поэтому вообще непонятно, когда он тоже спит. И нет, но по идее должен. Иди в жопу. Просто иди в жопу, твою мать. Просто чел не поддается законам простым. Это раздражает уже просто, реально, эта игра. Она кривая. Она просто кривая. А, ну, понятно. Короче. Класс. Очень круто. Спасибо. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Наверное. Ну, тогда Алекс умрет. Хорошо. Окей. Ну, не умрет, но не сможет ходить просто. Вы же мне дали, наверное, другой способ заработать 10к. Конечно, да. Развлекаетесь, твою мать. Просто бред. Единственный способ я нашел, как можно заработать такие бабки, все. Теперь они, походу, это проверяют, я не знаю. Типа, нельзя им просто так что-то подложить. Я без понятия. Типа, чтобы абьюзить это нельзя было. Но это идиотизм. Нет другого способа заработать такие большие деньги. Просто нет. Вот так дело, у меня есть для вас важное задание. Вы были очень эффективны в приобретении записи, поэтому я хотел бы получить вам, хотел бы поручить вам подготовку новой музыкальной реформы. Вы хотите, чтобы я написал реформу о музыке? С чего мне следует начать? Не волнуйтесь, я, конечно, дам вам подробные инструкции. Все, что вам нужно сделать, это сформулировать их за своим столом. Ой, это хорошо, а что это за рекомендация? Что ж, наточите карандаш и слушайте. Итак, пункты 1, 1 и 1, 3 охватывают максимально допустимое время прослушивания для трех жанров музыки. После глубоких исследований мы выяснили, что различные стили по-разному влияют на здоровье населения, поэтому гражданам разрешено подвергать себя и их воздействию только в течение определенного периода времени. Для панка максимальное значение время прослушивания ограничено 35 минутами, рок разрешено слушать 1 час 15, для поп-музыки разрешается использовать слушать, видимо, до 3 часов 53 минут. Пункты 2, 1, 2, 5 касаются громкости, на которой могут воспроизводиться музыкальные жанры. Решающим фактором стала максимальная громкость, измеренная в лаборатории, при которой реципиенты все еще могли понимать официальные объявления в общественных местах. Поп-музыка может звучать до 75 дБ, рок до 45 дБ, а панк до 65 дБ. Нарушения наказываются каторжными работами на срок не менее трех месяцев. Превышение допустимого уровня дБ на 30 пунктов влечет за собой не менее 5 месяцев каторжных работ. Хорошо, тогда давайте двигаться дальше. Пункты 3, 1, 3, 2 регламентируют максимально допустимую скорость музыки, слишком быстрая езда вредна для кровяного давления и сердца. Поп-музыку можно слушать с частотой не более 132 ударов в минуту. С камнем, с роком мы должны быть более строгими, чтобы он не навредил здоровью. 124 это максимум, который здесь разрешен. А панк уже вреден при частоте более 107 ударов в минуту. В параграфах 4, 1, 4, 2 мы регулируем содержание возможных текстов песен. Распространяемые тексты песен в любой форме, разумеется, не могут содержать подрывного, подстрекательного или революционного содержания. И да, нам нужно 2 параграфа для этого постановления. А пункт 5 регулирует наименование, а также дизайн музыкальной упаковки. Ни названия, ни графическое оформление не могут содержать аморальных, нонконформистских или иных оскорбительных аллюзий. Это особенно интересно в случае с панком. Поэтому, конечно, орфографические ошибки не считаются смягчающим обстоятельством. Вот и все, идите в свой кабинет, напишите мне точный проект музыкальной реформы. И Шварц. Да? Никаких небрежных ошибок. И придется повторить это все. Вы меня разочаровали. Говорит, не так уж сложно. Хорошо. Эммм. Стоп. А почему 4-1? Мне нужны все. Подстрекательного и революционного содержания. Пункт А. Сейчас я буду записывать. У меня еще вариант. Итак, давай. Нам нужен какой-нибудь документик. Документик. Итак. Поехали, значит. Значит, что там? 1-1. Значит, 1-1. 1-3. Смотрим. Максимально допустимое значение. Так. Для панка максимально прослушивание. Значит, 1-3. Панк 35. 35. Рок 1-15. Поп 3-53. Дальше. 3-1. 3-2. Это удары в минуту. 3-1. 3-1. 3-2. Поп музыку можно слушать. Значит, поп 132. Рок 124. Панк 107. Так. 5 дизайн. Значит, 5. Значит, нет названия. Название. Граф оформления. Аморальные. Несоответствующие. Или иные. Оскорбительные. Бла-бла-бла. Понятно. Так. 2-1. 2-5. Громкость. Что я делаю? 2-1. Тире. 2-5. Значит, громкость. Так. Поп. 75. Рок. Роке. Рок 45. Панк. 65. Да. Понял тогда за стол. Понял. Наверное. А что вы ожидали? Как еще это надо проходить? Там еще что-то в начале было, она говорила. Но это не важно. Это мы сейчас определим. Я не думаю, что тут кроме цифр нужно будет что-то заполнять. Хотя, может, и нужно будет. Не знаю. Это что такое? Это что такое? А. Потрясающе. Так. Пишем. Хорошо. Что это было снова о максимальном времени прослушивания в пункте 1? Смотрим. У нас было панк 35, поп 3-53. А, надо типа в минутах. Ну, рок 75. Да, вот это. В интересах общественного здоровья максимально допустимое время прослушивания в день есть. Переходим к пункту 2, касающемся максимального объема. Децибелы. Пункт 2. Поп 75. Рок 45. Панк 65. Третье. Не ошибитесь, не ошибитесь. Параграф 3 это был музыкальный темп, в конце концов. Так, музыкальный темп, 132. О, Господи. 132 это поп. Все, 132 это поп. 124 рок, панк 107. Да. Сконцентрируйся, Франк, сконцентрируйся. О чем нельзя говорить в текстах песен? Ааааа. Вот это. Подрывной оскорбитель. Надо конфермистское думать. Что это такое? Может пока... Надо записать, да? Я понял, надо записать. Идем записывать. Все-таки это важно. Я сейчас ей идеальную реформу бахну. Всё это запоминать явно не вариант. Так. Подрывное. Подрывное, подстрекательное и революционное. Всё, остальное отвали. Графическое, аморальное, несоответствующее... Всё, это я понял. Прощай, Алекс. Не судьба тебе выжить. С ногами твоими. Пытался сделать всё, что мог. Так, 115, панк 35, рок 75. Оно тут не менялось, я так понимаю. 75 дБ, 45, 65, панк. Да, здесь третье. Подрывное, подстрекательное, революционное. Первое. Теперь пункту пять, боже, что там было? Там было... А, что там вообще было? Маркировка, дизайн музыкальной упаковки. Вроде. А, ну она бы, может быть, сказала, что, типа, ты чё за херню принёс, иди переписывай. Куда пошла? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. В смысле, пора? Какой обед? По тебе, конечно, видно, что обед ты любишь, но... Нельзя терять время, надо идти шантажировать. Это бессмысленно, уже 15 часов невозможно. Ещё, тем более, вот это вот осталось. Да, трындец. Это просто нереально. Особенно учитывая, что я теперь подложить им ничего не могу. Вообще кайф. Супер кайф. Так. Я даже не помню, кому чё там положил. Да куда ты встал-то, господи? Вот эскейп нарисовали, он берёт, встаёт. Зюлингер, да, Белов, нет. О. 6.23, пошло. Элизабет, сода, пошло. Это нет, этим нет. Вольфу, ну, я некоторым подложил, но вот просто тупо не успел, да, ничего сделать, получается. И это бабки мне торчит, не даёт, потому что баг. 125, до свидания, всё это нереально. Мне просто не даёт денег. А чё там жена? Говорила же тоже. Она же тоже может что-то добавить. Почему только я деньги ещё? Давай, я... Денег, дай. Сколько? 175. Вы чё, рофлите надо мной? Чё это за бред? Что-нибудь придумали? А если вы действительно хотите узнать больше о своих жильцах, нет ничего лучше, чем провести время вместе. Я не знаю об этом. Что вы думаете о расслабленном вечере явно без обидных салонных игр? Я думал, о министре не раздражайтесь, просто чтобы лучше узнать друг друга. И, конечно же, не бойтесь без хорошего борецкого чая. Не обойтись. Что скажешь, Блак? Приятный вечер, игр для двоих. Я действительно не знаю, есть ли у меня на это время. Подумаю о Уолтере, нашем общем друге. Хорошо, право, для Були. Как он, кстати, поживает? Вы слышали о нём что-нибудь после инцидента? Некоторое время назад он рассказал мне, как хорошо он всё отремонтировал. Но теперь он в тюрьме. Как вы можете ошибаться в отношении кого-то? О, не волнуйтесь, с нашим Були всё будет в порядке. Надеюсь, что да. Вы так думаете? Я не уверен. В любом случае, вы меня убедили, господин Бюллов, когда я должен прийти. Дайте мне немного времени на подготовку, потом просто приходите. Это можно устроить до встречи. До скорой встречи я уже с нетерпением жду этого. Знакомьтесь, Альберт Бюллов. А теперь она ушла с работы. Ну ладно, на это время ещё есть. Приветствую вас. Ну, будем играть. Мне нужно ещё немного времени. Да сколько? Они просто тупо перестали давать мне деньги какие-либо. Ну, грубо говоря, если было бы понятно, как, допустим, в ту... Хотя, этого можно вообще избежать-то? Я про Ким. Может, если на неё серьёзно наехать, тогда она никуда не пойдёт? Типа, будет меня ненавидеть, но никуда не пойдёт и не попадёт на 10к? Как вариант. Тут нечего делать. Не, я не успею оплатить. Не, ничего не успею сделать. Ну, не я не успею сделать, я всё, что мог, я сделал. Реально, я нашантажировал всех своих жильцов. Просто всех. Понимаешь, досуха, 125 они мне приносят же за шантаж, и чё это такое? Ну, я считаю, что просто надо балансировать вот эту херню. То есть, ну, не вот эту конкретно, а всё, что здесь было до этого. То количество вот этих бабок, которые с меня списывают, просто вот там по 640, вот чуть-чуть такое вообще. Сейчас бы, если я это не оплачивал, может быть, мне бы и хватило. А то там вот эти военные, не военные. И такие, и сякие, и за это заплати, за то заплати. Да откуда у меня столько денег вообще? Ну, деньги есть, да, в ноль. Вот в ноль у меня есть столько денег. Ну, и на отмычки мы потратились неплохо, потому что отмычки тоже дорогущие. Не получится нам не спасти ребёнка ни в одном бихольдере, судя по всему. Господин Шварц, так, вы готовы? Конечно, давайте поиграем. Но не думайте, что я позволю вам победить. Какая игра, вы станете достойным конкурентом. Но, Фрэнк, давайте играть по-настоящему. У меня тут есть несколько сигар, хорошие, из-за рубежа, давайте зажжём их. Затем есть ещё одна дорогая капля. Херрис, который так трудно достать, если вы понимаете, о чём я. И деньги. Без колы не весело. Ну, я не знаю, всё это звучит довольно запретно. Не будь таким, Фрэнк. Вот что делает это захватывающим. И я уверен, что ваша жена будет удивлена, когда вы принесёте домой немного денег. И что вы скажете? Ты с нами? Хорошо тогда, если вы так выразились, то я, пожалуй, согласен. А я так и знал. Ты такой последователь, тщательно испорченный парень. Вы бросаете... Легче, чем любую монету. Я... Значит ли это, что мы не играем? Прислушайтесь к себе. Конечно, мы не играем, не курим и не пьём запрещенные за границей вещи. У тебя что, нет хребта? Если я уже смог убедить вас вести себя подобным образом, то что произойдёт, если кто-то постарается немного больше? Например, чтобы побудить вас нанести удар в спину старому другу. Но прежде чем я доложу о вас своим работодателям, давайте поговорим на чистоту. Что сейчас происходит? О чём речь? Вы прекрасно знаете. Наш общий друг, Уолтер Булхаусер. Буля, а что с ним? Вы знаете, что с ним? Он в тюрьме. Из-за тебя, Фрэнк, потому что ты ссыкун. Ты что-то подбросил ему. Признай это, признай это, ты его должник. Да ничего я ему не подбрасывал! Я сказал ему, беги из города, блядь. Что происходит? Я бы никогда с ним так не поступил. Вы должны мне поверить. Ты лжёшь, выплюнь. Почему вы это... Ну, типа, спидит аут, наверное, там было. Типа, рассказывай. Почему вы это сделали? Кто сказал вам это сделать? Мы знаем, что в министерстве есть силы, которые хотят избавиться от Булхаусера. Эти трусы дорожат перед малейшей реформой. Так кто же это сделал? Я действительно не могу вам сказать. Подумайте о моей семье. Ваша семья будет гораздо хуже, если государство попадёт не в те руки. Эта игра больше, чем все мы, Фрэнк. По крайней мере, расскажите, почему вы это сделали. У меня не было выбора. Да я это не делал! Что происходит? У вас всегда есть выбор. Да! И в настоящее время вы принимаете неправильную сторону из простого удобства. Грядут большие перемены. Наш мир меняется. То, что вы сделали, будет иметь серьёзные последствия. А теперь убирайся из моей квартиры, пока я не забыл. Пока я не... Короче, не разозлился, видимо. Lost my mind. Lost myself. Давай уходи. Блядь, что это было такое? Я не понимаю. Какие-то проблемы, которые возникают из воздуха просто. Которых быть не может, понимаешь? Не может быть этой проблемы. Это идиотизм. Я ему ничего не подбрасывал. Его захотели убрать. Я сказал ему бежать из города. Почему они все думают, что я типа... Его... Подставил? Я не понимаю. Я не понимаю. Я просто не понимаю. Ну чё, ждём чё-то с Алексом. Кто мог подумать? Интересно, почему, да? Вообще непонятно ни разу. Ну, жив хотя бы. Отец, что ты хотел? Алекс, как хорошо, что ты снова дома. Здравствуй, отец. Я... Ты хорошо выглядишь? Ты серьёзно или издеваешься? Я серьёзно, Алекс. У тебя такой свежий румянец. Я в грёбанном инвалидном кресле, ты говоришь о цвете моего лица? Алекс, не называй меня так. Ты же знаешь, я этого терпеть не могу. Александр, мы не смогли собрать нужную сумму. Мы с матерью сделали всё, что могли. Но денег всё равно не хватило. Я заметил, отец. Из-за того, что вы не нашли деньги, я теперь навсегда прикован к этому креслу. Но, Алекс, с другой стороны, жизнь всё равно продолжается. Сейчас всё это кажется катастрофой, но мы научимся справляться. Мы... Нет уж, я... Это мне придётся иметь с этим дело всю жизнь, отец. А ты можешь жить как прежде. Алекс, успокойся, пожалуйста. Поверь мне, мы вместе справимся. Мы же семья. Ты наш сын, и мы тебя так же сильно любим, как прежде. Неудачник, преступница и коллега. Хорошенькая семейка. Пошёл в задницу. Просто. Меня вся эта ситуация дико выбешивает, поэтому вообще пофиг. Сиди, но и дальше. Я говорю, тут либо надо делать дешевле какие-то вещи, либо увеличивать возможность заработать денег. За задание давать, например, больше 160 долларов. Что копейки вообще в игре. Это маразм просто. Что-то, походу, не сделаю это лучше первого бихольдера уже никогда. Ну, как бы, а как? С другой стороны. Первая часть, она тоже имеет вот такие дебилистические вообще моменты. Но хотя бы работает адекватно, приятно. А тут, блин, с деньгами вообще какой-то, бред. То есть их вроде много, но в то же время мало. И что это такое, я не понимаю. За задания сюжетные ни хрена, считай, не дают. Каких-то больших вознаграждений нет. За то, что я, в принципе, работаю в министерстве, тоже никто ничего не платит. Плачу только я всему и везде. Госпожа Грюндинг, вот проект музыкальной реформы. Спасибо, Шварц, пусть будет так. Вот вы где, это выглядит хорошо, это тоже, и это тоже хорошо выглядит, я довольна. Вы хорошо поработали, Шварц, я уверен, что ничто больше не встанет на пути осуществления великим лидером музыкальной реформы. Я дам мистеру Хьюберсу рекомендацию для вас, мы можем использовать такого человека, как вы, для нашего дела. Продолжайте в том же духе, возможно, скоро вы станете моим соседом по офису. Но не забывайте, что ваша репутация должна быть достаточно хорошей и для этого. Опять карьерная ля... Сколько? Сколько надо? 50 тысяч? 50 тысяч. Счет за воду. Оплачиваем. Не, я, конечно, подгорел вообще вся эта ситуация с Алексом. И причем так легко заработал 10к в первый раз, и сейчас просто это невозможно было сделать. Ну окей, ждем тогда следующего задания. Я так понимаю, что нас ограничивает какой-то один сюжетный квест от поднятия до четвертого этажа, а на четвертом этаже уже будет все близко к финалу. В любом случае, на этом пока что все. Так что, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте, подпишитесь на канал. Если вы еще не подписаны, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Мы увидимся в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok